здравствуйте дорогие радиослушатели и все кто нас смотрят на youtube канале в серии программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша ее ведущие эдуард грумер и геннадий пример сегодня мы беседуем с российским теле и радио ведущим продюсером спортивным комментатором виктором набутом многочисленным просьбам трудящихся да я хочу сказать что вы ведете на серебряном дожде свою программу называется с набутов и еще на у вас есть ваш youtube канал с вашим братом петром и папой а кириллом набутом называется набутов поэтому как есть такое дело заходите подписывайтесь ставьте лайки колокольчики кстати спасибо вам большое за возможность с вами побеседовать все-таки у вас чуть-чуть позднее время вот у нас всего лишь как говорится еще день разгаре в москве и дачу меня было бы еще два часа больше тогда все в порядке но я жертвую футбольным матчем россия-словакия наши пока продувает 01 после первого пожелаем удачи а виктор у меня к вам сразу тогда вопрос а вот я прочитал на интернете такое высказывание если постоянно оглядываться в прошлое то будущее может не наступить она можно его под двоя как говорится его о нем говорить об этом высказывании но если смотреть на то что в россии постоянно говорят о войне постоянно это каких-то достижениях в прошлом а если у россии будущее в этом случае ох как вы как вы я думаю это будет легкий разговор с чудесная станция находится в моем любимом городе чикаго в инди-сити родина одна из родин американского блюза я так люблю а вы так сразу с козырей заходите мощно мощно но я думаю что мне кажется надо и наша американская аудитория которая следит за событиями в россии анализирует то что происходит образованная там интеллектуальная прекрасно понимает что в общем побед никаких нет по большому счету если не не учитывать так сказать присоединение крыма больше похвастаться по хвосту да это в общем такое относительное событие на его можно по-разному смотреть называть присоединением или или оккупации тут кому как что нравится вот в общем никаких побед за последнее время нет и ничего в общем кроме как заигрывать с прошлым не остается раньше что недавно еще был хотя бы космос то нос космос так сказать и ваш товарищ илон маск нам быстро показал как надо заниматься этим делом и не только он один кстати говоря и остается только война при том что это конечно я как человек который вну более-менее там интересуется военными событиями всегда обсуждалась семье и изучал архивы и много читал об этом и западной литературы то в том числе и американская и британской я должен сказать что ну у нас конечно многие неприглядные факты войны но замалчиваются мягко скажем вот и а некоторые вещи типа вот там пороли ленд-лиза например недооцениваются это или китайского участия вот поэтому я мне кажется что у нынешнего мы власти ли режима просто ничего другого не остается кроме как заигрывать с прошлом причем у нового поколения которое новое поколение это люди там до 20 до 25 лет по моим наблюдениям они даже не знают кто такой ленин и для них это все весьма неестественные разговоры это все такая неестественная пропаганда с которой люди которые жили в советском союзе я уверен многие ваши слушатели еще в 70-е годы были здесь здесь они прекрасно помнят что это такое то есть как бы какая то есть что-то строим что-то делаем из всех так сказать приемников несется что-то сказать мы строим государство будущего на при этом все хотят американские джинсы и никто особо уже в это не верит вот мне кажется что ситуация вот сейчас именно такая в нашей стране эта ситуация на самом деле тупика я только что читал на моем любимом одном из моих любимых порталов newsru.com любопытный материал не помню кто автор как там как раз очень четко разложено вот это вот сюда тупика прежде всего в элитах потому что все понимают что это все не настоящее в это никто не верит и на кухнях и в своих особняках на рублевке же все все только это обсуждают когда это все рухнет и когда вот и как это произойдет произойдет с кровью это как-то мягко трансформируется вот то что сейчас нашей стране происходит вот что вот вот у меня такой взгляд а вопрос вопрос очень сложный вы знаете мне кажется что у нас удивительная страна которую так много раз хоронили и это любимая тема интеллектуальных интеллигентских разговоров ну вот это уже невозможно терпеть она все не руха не 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 падала и не падала и мне кажется она будет продолжать существовать вот каком-то виде вопрос будет ли она существовать через там не знаем средней перспективе через 5 10 15 20 лет в прежних границах вот этот вопрос может быть не начнет ли она какую-нибудь войну которая многое списывает и может консолидировать и мобилизовать общество вот это вопрос на который у меня нет ответа честно говоря то что она будет будет думаю что будет виктор смотрите мы когда говорим о россии действительно без политики не обойтись и вот вы помните выражение спикера российского парламента есть путин есть россия нету путина нет россии как вы вообще смотрите на странное это высказывание и вот такой вопрос конкретный путин глазами молодежи ну хотя бы до 40 лет скажем так молодого поколения людей но я уже немножко выпал из этого возраста таскать иду по верхней по верхней по верхней границы даже через нее чуть-чуть перевалил вы знаете я я уже мне знаете мне кажется что 20 и 40 лет это очень разные периоды я я считаю неправильным вот весь этот класс который с точки зрения наверное вот всемирной организации здравоохранения тернас молодежь до 45 лет но мне кажется что весь мир не только россия переживать сейчас колоссальный поколенческий разрыв то есть условно говоря разница между мной сорокалетним моим отцом которому 60 с небольшим она значительно минут раз 20 там с небольшим 21 года разницы и соответственно на значительно меньше чем во всем это касается всего абсолютно чем между мной и тем кому сейчас 20 лет поэтому если я если я бы говорил о молодежи я бы брал все-таки категории там примерно до 25 это уже диджитальное поколение которое или там как как называют там не знаю поколение это даже не уже не игрок это миллениалы или даже уже следующее за ними поколение они живут вообще они не знают что такой советский союз они знают кто такой ленин у них совершенно другое отношение к жизни потреблению 1 очень близко и кстати здесь уже они уже выросли в глобальном мире они смотрят одни сериалы кино они носят одни джинсы они слушают от пример плюс-минус одну и ту же музыку это как бы люди совершают или это как бы люди будущего и таких людей и таких людей довольно много в россии это как бы это свойство поколения а если брать людей от 25 до 40 я думаю что отношение путину может быть очень разное здесь сложно всех под одну гребенку не то есть одно дело когда ты там мальчик или молодой человек из хорошо образованной семьи с высшим образованием живешь в москве работаешь там не знаем крупным какой-нибудь госкомпании квази государственной компании с хорошей зарплатой это одна история другое дело когда ты работяга в воронеже это совершенно другой взгляд и другое отношение в действительности другие возможности тут мне 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 зайти про про этих мне про их я могу только догадываться как они оценивают действительность хотя на самом деле мне кажется у нас далеко не все честно готовы даже там вот если брать какие-то социологические опросы это известный российский феномен что многие люди не говорят правду это такое вот уже где-то на на видимо на подкорке записанная такая история поэтому они не все очень точные но мне кажется что отношение скажем так отношение к системе негативное у подавляющего большинства то есть там губернаторов депутатов не любят абсолютно все независимости от того хорошие они плохие либералы консерваторы там как богатых ли не любят реализованных людей не любят это традиционно российская такая черта что касается путина он как бы стоит над системой ну то есть царь хороший бояре плохие вот это к это как бы смешная такая конструкция которого любого человека с критическим мышлением себя всегда вызывала отрыв у меня например я долго времени мог понять как там он же этих бояр бояр назначает но тем не менее это факт так она есть я так скажу что наверное от путина сейчас уже ничего не ждут и он и усталость от него довольно серьезные во всех слоях во всех возрастах общества но просто потому что человек за 21 год нахождению власти но успевает под надоест от него не ждут даже этого это даже государственные там в циумовские опросы показывают что даже его ядреный электорат то есть это домохозяйки там со средним образованием из средних малых городов россии которым нравится его образ мускулинный там на медведя значит что мы сейчас всем американцам покажем там или европейцам и так далее даже они уже испытывают усталость от него потому что он из каждого утюга он как бы с каждого откуда отовсюду уже но невозможно более того все-таки люди видят что жизнь очевидно последние шесть-семь лет серьезно в россии обычная потребительская жизнь она очень сильно ухудшается вот я только что видел где-то на по-моему на газете или на ленте такие-то в общем ну лента рует вообще так это условно говоря провластная такой популярный ресурс как раз они публикуют последние цифры по изменению цен по моему они взяли то ли пятерочку то ли кого-то из таких ритейлеров больших в стране на 20 процентов выросли цены на ключевые продукты на 20 процентов только с начала этого года я скажу я так вот если финализировать я думаю что мое внутреннее ощущение что общество находится в определенной апатии сейчас и она выживает это всегда такое состояние перед бурей когда она будет и что ее спровоцирует я не знаю из другой страны я говорю что элиты сами а я знаком со многими элитными людьми и из бизнеса из власти они конечно сами это все умные ребята более профессиональные менее профессионально неважно мало циничные которые все прекрасно понимают что происходит как все устроено и они абсолютно не верят в жизнеспособность системы как как вы думаете почему все таки путин не сделал вот этот вакцинный укол на публику ведь он любитель в принципе вот таких поступков в чем секрет как вы это видите как вы думаете как мы с одной темно другую перескаким вы знаете но это конспирология не хочу как сказал песков не хочет захотел может быть это может быть это так наиболее популярный вот среди версия рассматривается связанные с тем что во первых ну все таки как бы ну фактически три вакцины в стране хотя на самом деле пока их 2 и 1 вот она на подходе я не буду обсуждать насколько они видимо не не лучше и не хуже чем там американские или европейские вакцины и астрозенекас который тоже есть проблема и бион так и так далее не об этом разговоре я не в конце концов еще слишком мало времени прошло и не такое большое количество людей по миру привита по моему только в мае конце мая ожидается публикация в журнале lancer где будет какая-то какая-то статистика уже более-менее по по привившимся по основным вакцинам мировым мне кажется что просто велик так в любом случае подобный шаг вот главы государства особенно когда он бы выделил какую-то одну из двух или трех национальных вакцин то есть отдал бы и преимущество это для многих могло бы послужить но как бы таким стимулом потому что сходите привиться мне кажется что просто в стране существует серьезный недостаток вакцин и это в общем официально признают и власти потому что еще по состоянию на прошлую неделю в четырех регионах страны вакцин вообще не было и было невозможно достать в москве с вакцинами ситуация с ну во всяком числе со спутником в порядке а вот в санкт-петербурге например уже дефицит ощущается моя мама не смогла пойти привиться вот неделю назад она собиралась пойти привиться бесплатно и и поставили в очередь на запись на две недели вперед вот и она пошла и привелась в коммерческой клинике за деньги то есть формально на вакцину получила бесплатно но оплате это тоже государственная вакцина которую они получили но она оплатила условно говоря осмотр врачом там и какой-то контроль вот какая ситуация я думаю что это тоже может быть при одной из причин потому что просто вакцин недостаточно и эта проблема не только российская вакцин не хватает везде виктор а вот говоря об современном обществе что в америке что в европе что в россии мы не можем не вспоминать средства массовой информации поэтому у меня вот такой вопрос сейчас в россии очень популярны пропагандисты у нас выступали некоторые будем так говорить люди из культуры и ученого мира я и мы им задавали вопрос вот прокомментировать то что они ходят на вот эти вот пропагандистские шоу их ответ был такой довольно интересно они говорили что но в первую очередь это люди профессионалы и это их работа вот он связи с этим у меня вопрос а считаете ли вы их журналистами считаете ли вы что с ними при встрече нужно здороваться и верят ли эти люди на ваш взгляд а в то что они говорят и делают моих коллег которые ведут это программ или да 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 тех экспертов которые там появляют не нет тех кто ведут я веду и владимира соловьева и ольгу скобееву и там бога дорогов многое киселев быть и понимаем я понимаю вам нет речь вы знаете я видел разные вот среди своих друзей которые может быть и знакомых по цеху которые они не все ведущие но там не знаю корреспонденты например которые снимают большое количество ну и прекрасно знает как делается кухня на государственных каналов вот они делятся на несколько категорий некоторые значит значит условно некоторые прошли путь трансформации то есть изначально это было отторжение а сейчас в разговоре с ними они настолько долго в этом варится что же сами периодически начинают верить в то что они делают и они не способны критически мыслить и на и как бы любые контраргументы и какие-то замечания профессиональные но все-таки мы на одном языке общаемся они вызывают у них отторжение и мгновенно негативную реакцию переход на какие-то там повышенные тона и прочее и вообще мы перестаем общаться и меня есть такие примеры с людьми с которыми перестали из-за политики разговаривать с того чем они занимаются есть такие люди значит они иначе просто психика не выдерживает есть люди которые ходят страдают и на кухнях значит потом в свойских разговорах сидят и говорят но и данную нам это нельзя показать это вот я хотел сделать это не все запретили но это вообще все это на у меня ипотека там хорошая зарплата и прочие традиционные мотивы по которым многие люди как бы вот как бы выстраивают свою соглашательскую жизнь таких большинство на самом деле вот значит так что вот как бы два таких основных типа скажем так вот 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 и все по поводу соловьева это умный умнейший человек обеспеченный богатые с недвижимостью за границей его очень профессионали можно ненавидеть можно любить и так далее он там профессионал высокой профессиональный манипулятор высокой высокого качества скобеева попов там попроще скажем так киселев такой тоже серьезно переобувшийся человек они все все понимают вот эти люди уж точно все понимают чем они занимаются их работа хорошо оплачивается когда на когда покатится шар в обратную сторону он обязательно покатится это мы уже проходили неоднократно то эти же люди в первых рядах переобуются и будут будут клясть под почем попало так сказать тех кого не выславляли там незадолго до этого как бы это же ну мы это уже видели неоднократно а должны будут они не жать им руку или не жать но я говорю у меня есть пару человек с которым как бы нас серьезно из хороших моих товарищей с которым нас серьезно пути разошлись из-за политики я с возрастом я мог мог себе позволить не идти на компромиссы с собой отказался время от работы на одном из на канале там нтв на одном из там ключевых каналов и хотя мне тогда мой руководитель сказал честно выбери свою выбери сторону я свой выбор сделал теперь надо будет сделать выбор тебе либо ты с нами либо ты против нас но это было там не знаю шесть-семь лет назад после этого страна довольно долго существовала в ситуации когда можно было находить ниши не идти напрямую конфронтацию но при этом не не идти на на конфликт со здравым смыслом и сохранять как-то лицо и какую-то внутреннюю порядочность мне кажется что сейчас вот на фоне ухудшающейся стремительно ситуации и и очень очень серьезной поляризации в нашем обществе вот ужас и включается в том что сейчас вот там либо ты кто и кто не станет от против нас вот так вот действует так вот существует существует власть из никакого диалога уже невозможно скажите вектор а вот когда этот шарик покатится обратно должны ли эти люди нести ответственность за ту пропаганду которую они сегодня несут в общество я имею ввиду и украины кто будет спрашивать вы говорите о строим мы сейчас говорим не только ну да будем такой иллюстрации в примеру примерно так можно сказать да но это тяжелейший вопрос на самом деле вы знаете тогда нам надо будет пересажать полу одна одна половина страны должна будет посадить другую я к сожалению но это это прямой путь гражданской войне так или иначе для меня этого я много раз очень об этом думал и у меня нет ответа на этот вопрос я скажу вам честно а виктор более должны люди наиболее одиозные наверное наверное будут лишены там лишаться доступа к профессии и если мы говорим там у моих коллег наверное это возможно хотя не хотя не факт хотя не факт значит что касается ну это очень сложная тема иллюстрация есть отдельная отрасль права это экономика какая экономика это называется регулирование трансформационных процессов режимов это когда рушатся авторитарные и тоталитарные режимы и всегда встает вопрос а что делать с людьми которые были как бы главными пене бенефициарами вот предыдущего режима там есть разные правовые механизмы и знает характер история в том числе и механизм иллюстрации и не всегда то есть тут тут очень велика проблема просто крена в обратную сторону что те кто был как угнетен начнут без разбора расстреливать и сажать те кто был до тех кто был сверху до них вот 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 что я думаю по этому поводу меня нет ответ на вопрос вектор хотел бы еще спросить один вопрос по журналистике насчет двух персонажей которые мне кажется интересными это антон красовский наверное вы его знаете он где-то ваш да да и мария баронова вот два либеральных в прошлом совсем не недавно прошлом профессиональных журналиста абсолютно не глупые до умные и мне кажется даже симпатичные но вот с ними произошла какая-то метаморфоза как вы вот можете это объяснить потому что я не знаю подробностей красовский был до одной из звезд такой молодых звезд мы вместе с играли программы нтвшники он умный очень жесткий способный действительно талантливый талантливый парень ну так сказать знаете я так вам скажу честно 2 2 2 поговорки что нельзя найти за деньги можно за большие деньги и второй это вопрос когда ты говоришь что вот меня никто не я не продаюсь и всегда вставить вопрос а вас кто-нибудь покупал может быть в этом причина я не знаю ответ понятен ответ понятен в принципе в поговорках все это я просто не знаю правда ну как бы с бас творчеством бароновые знаком меньше красовский ну да 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 но при этом он тоже вам у нее есть несколько тем на которых он прорезентирует но по большинству вопросов он все-таки старается соблюдать такую как бы такую как бы и вашим и нашим вот так да да говорите говорите из того что я наблюдаю последнее время вот поэтому я не очень люблю обсуждать коллег вот тем более когда не очень слежу за их качеством особенно после перед тем как мы уйдем на рекламную паузу такой вопрос то что касается российской оппозиции а насколько а насколько сегодня она сильно разобщена имеет ли она вообще какое-то влияние на общество и пользуется ли она в обществе популярностью но мы к оппозиции вопрос кому причисляем причем либо к позиции к прф нет 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 это это будем так говорить люди навального и ну такие как леонид госман геннадий гудков вот такого плана люди рыжков владимир или дима гудков мой близкий друг это же все очень разные на самом деле очень разные страты критикующих критикующих режим людей потому что там есть еще например ультраправые мы не будем забывать про них они тоже оппозиция причем я думаю что наиболее опасная для кремля потому что под них под их знамена могут стать наиболее маргинализированные слои населения которые все радовались крыму 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 а потом они как виллу возьмут и как побегут с ними это тоже это проблема правых и ультра нациалистических движений с которыми кремль долгое время заигрывал а потом извините меня последние годы очень жесткость их снизить с ними обходится это тоже часть оппозиционного спектра условно говоря коммунистов тоже не стоит недооценивать у них довольно большая электоральная поддержка причем не сейчас речь идет не только уже о возрастном населении кто ностальгирует по советскому союзу и как бы псевдо справедливости которую нем что а и среди молодых вот и коммунисты они да как бы это как бы ручная управляемая думская думская это что называется системная позиция но это сейчас в настоящий моменте как лдпр собственно говоря вы понимаете там тоже может признать произойти как только искать исполнительная власть сверху в кремле освободят хватку эти тоже могут быстро вспомнить что у них что они не очень-то и любят и первое лицо и всех остальных и к начнут давить так что будь здоров что касается навального это молодежь то есть тут просто очень разные спектры я не я не я не политолог все-таки мне сложно об этом говорить то есть будем так говорить российская оппозиция это сегодня такое а как бы клубок есть яду взглядов как бы который традиционно претендовала на такой на такой интеллектуальный срез недовольных и внутри которого там происходит разброд и шатания во многом из-за личности как я понимаю их так сказать многолетнего лидера г.в. сечеринского которого которым я отношусь сказать большим уважением но он все-таки объясните мне сильно ли он отличается от зюганова и жириновского это все такие как бы старцы которые уже 20 которые 150 раз проиграли президентские выборы и они все до сих пор все держатся за как бы за за присутствие в политическом поле это все таки это их называют кремлевские старцы но тем не менее яблоко тоже существует вот это все разные как бы спины разные разные спектры а виктор мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу через пару минут вернемся спасибо большое оставайтесь пожалуйста не отключайтесь мы возвращаемся в программу политинформания радиостанция народная волна чикаго и ведущий эдуард брумер и геннадий пример а сегодня мы беседуем с российским спортивным журналистом телеведущим блогером потому что это известные блоги ведут называется набутов и представителям династии спортивных журналистов виктором набутовым виктора привет ребят я на самом деле давно спортом давайте отойдем от политики и поговорим как раз про спорт кстати как сборная россии сейчас играет 1212 опять же пожелаем удачи и сразу такой вопрос вы хотели быть баскетболистом насколько я знаю и даже учились в сша в баскетбольной школе да насколько у меня информация на его правильно все-таки но я если бы хотел наверное стал бы им но пить искать мою пик тогда когда надо было принимать решение то есть мне было там 14 15 лет это было как раз начало 90-х сложное время для страны и баскетболисты здесь были на хрен никому не нужны равно как и все остальные то есть я прекрасно помню как девяносто третьем году когда мне было 15 лет и надо было в общем принимать решение о профессиональной карьере мой там товарищ по команде его старший брат владел ларьком по записи аудиокассеты он зарабатывал 300 долларов в месяц в переводе на доллары а жени кисурин капитан сборной россии по баскетбол зарабатывал 200 и в общем поэтому с баскетбольной карьеры не сложилось там по ряду соображений и родители настаивали но у меня действительно был опыт в 15 летнем возрасте удивительной поездки в нью-йорк значит и мне как когда я там такая была целая история когда я совершенно случайно на месяц должен был приехать иначе на две недели приехать и потренироваться в по-моему adidas это проводил такой как бы сама кемп баскетбольные для ребят из разных нью-йоркских команд я уж не помню там точно как давно было организованная и меня туда как-то сосватал отец через какого-то своего друга в лос-энджелесе и значит и он приехал отец приехал за мной спортивный лагерь летний сказал ты едешь в америку на две недели поиграть баскетбол показать себя у меня были способности действительно и данные хорошие по нынешним меркам это не так глядя на американский баскетбол особенно но по тем временам да был было все неплохо я вот это была моя первая поездка за границу я первый раз поездил попробовал кока-колу там я не знаю макдональдс 92 93 год это был да и потом я туда прилетел в штаты я был мальчиком интеллигентной семьи французской школы и значит я прилетаю в амире я вообще был думал что я лечу на ямайку а потом выяснилось что ямайка это район нью-йорка это в общем все как-то было делалось там у меня было 200 баксов в кармане все это два жестовских подноса самовар какая-то мутата значит для принимающего должен был жить в семье и соответственно я прилетел в джеки и меня никто не встречает а я ни слова по-английски не говорю потому что я учился в французской школе это было удивительно совершенно день не знал куда деваться и вот как судьба все-таки она существует наверное я буквально за день до этого вечером зашел к соседке из соседней квартиры с мамой там ушить брюки или что-то купленные слаксы китайские тогда появились надо муть и а мне сидел как-то ее подруга женщина которая видела один единственный раз жизни он сказал ты летишь нью-йорк через день у меня сын живет в квинсе значит ты не могу пиле у нее день рождения скоро здорово что мы встретились вот передай ему пожалуйста 100 долларов подарок и книжку она фиктивно вышла замуж за мужика который там с корняжника который уехал в америку чем в середине восьмидесятых и вместе с ним сплавил своего сына значит в страну с большими перспективами вот в итоге это было единственный контакт и единственные люди с которыми я мог оперативно связаться и я им позвонил прямо из аэропорта говорю ребята я приехал меня никто не встретил я вообще не знаю куда ехать что делать и короче говоря приезжая сел в метро и взять сразу в нью-йорке сразу нью-йоркское метро из питера даже не из москвы то есть ну башнистая но я к ним приехал они жили обычной мигрантской жизнью на полу легальном положении значит в результате этот мужик который который тут как бы был локомотивом туда отъезда он был в питере очень уважаемым с корняжником вот а туда приехал и соответственно в общем влачил довольно жалкое существование работал на каких-то наших жуликов вот тогда они мне говорили в коем случае ты будешь иммигрировать в америку не работай на русских я помню это потому что это хуже всего тебя наши друг друга ненавидят в этом и здесь тоже и короче говоря на друг друга обманывают и короче говоря этот сын который там никуда не мог поступить он уже там взрослел ему там было 18 лет наверное чуть постарше и значит он работал гуще гарбичменом и грузчиком в ночном магазине цветочном манхэттене я туда приехал значит у них поселился они снимали за кэш в квинсе в какой-то подвальчик где стиральные машины еще стояли значит я у них зря не буду поживи у нас пока я там туда-сюда разбирался вообще куда мне ехать выяснилось что этот товарищ американский из лос-анджелеса моего отца он все перепутал и лагерь будет не в июне месяц там не в июле а в августе и к и как бы все эти все это вся команда уехала куда-то в орландо на турнир ну в общем короче говоря какая-то муть в я место вместо двух недель прожил полтора месяца в нью-йорке и все это время работал вместе с димой вот как раз этим парнем грузчиком ночном магазине на манхэттене в цветочном что-то мы еще возили мебель но общем посмотрел на меня настоящую такую трушную мигрантскую жизнь таких еще советских мигрантов конца 70-х и 50-х годов у это для меня была большая школа жизни вот ну в общем да было бы было было такое веселое приключение а кто для вас ну мы говорим из города чикаго и это город майкла джордана пиппена той команды золотой а кто для вас вообще команда династия как называют их да а кто для вас вообще вот пример баскетбола может современный может быть прошлых лет кто вам нравился вообще это очень сложный вопрос потому что баскетбол мне кажется я имею ввиду даже не индустрию а именно физику игры индустрию который вокруг как бы баскетбола построена у нас тут так сильно изменился за эти годы но для меня я все-таки старых уже уже старов староформационный чувак я бы наверное все таки для меня magic джонсон как бы номер один ну майкл как бы это майкл тут сложная мальчика я любил всегда больше не знаю вот так вот вот так и а из новых ну такое количество супер звезд людей с уникальными просто в даме не знаю там один леброн чего стоит ну просто это ну просто но это уже спорт животных я двухметровый мужик не маленький но и там когда там 2628 я представляю себе что это за за ребята которые меня на пол головы а то и на голову выше при этом они там свободно владеют дриблингом бросают там поливают трешками а современный нб это вообще все на трех очковых бросках даже линию хотят сейчас перенести еще дальше все атака 10 секунд но это вообще другой вид спорта это не то чему учили меня еще советского мальчика в советских баскетбольных школ вот поэтому но как индустрия конечно этого это это меня поражает как и все американские спортивные индустрии и отношения к спорту в обществе как части как бы шоу-бизнеса это фантастика ну просто но я не могу даже спать на цифры которые там значатся в контрактах у людей в доходах от телеправ от всего но это по это просто что-то и причем ведь это без всяких госкомпаний и даже титульных спонсоров на майках это все самодостаточный как бы бизнес который основан просто на высоком на высоком уровне потребительская ну как бы на на большом среднем классе американском я между разные уровни среднего класса и нижний средний класс и высокий ну то есть кто может покупать и про и коммерческие трансляции покупать абонементы и билеты и марчину мерч майки и футболки и так далее ну это вот в общем это фантастика потому что у нас то конечно спорт в целом вообще в россии же спорт не очень смотрят в футбол очень низкие рейтинги и мы не как бы нет ни в этом смысле не спортивная страна совсем и у нас все весь весь спорт он абсолютно убыточен это все как бы игрушки либо крупных госкомпаний либо социальные проекты для городов каких-то поэтому ну здесь просто ну я с не снимаю шляпу блядя на то как это в штатах устроено я смотрю как прет сокер то есть на европейский футбол который скоро видимо подвинет хоккей как четвертую как бы лигу четвертый спорда после бейсбол и футбол американского футбола и баскетбола ну это просто фантастика я кстати говоря люблю очень американский футбол болею за гигантов вот фантастический спорт для меня вот была возможность уехал в свое время учиться в американский университет а у меня была такая возможность на самом деле то я бы конечно может быть выбрал карьеру американского футболистов виктор если Если говорить о российском спорте, довольно все непросто и сложно. Я не буду сейчас касаться темы допинга, потому что мы с вашим папой Кириллом Набутовым это обсуждали. Но вот такой вопрос. Должны ли спортсмены в прошлом, великие спортсмены, я имею в виду и Фетисова, и Ирину Роднину, и многих других спортсменов, должны ли они быть в политике и принимать решения довольно непростые, которые бы потом на них как-то негативно отражались? А как они на них отражаются? Я просто не знаю. Они принимают те решения, как политики, которые им скажут. И с некоторыми решениями они, может быть, внутренне не согласны, и они все прекрасно понимают, особенно те спортсмены у Родниной, насколько я знаю, дочь живет в Штатах. Слава Фетисов, Вячеслав Александрович, он, в общем, понятно, где играл он, и, так сказать, и был большой звездой в великолепной русской тройке. Они принимают те решения, которые им скажут, потому что у них есть свои тоже интересы, и за ними стоят люди. Одни занимаются фигурным катанием, другие пытаются сделать какую-то хоккейную лигу здесь и так далее. Что я могу сказать? Это их выбор. Я могу их за это осуждать, теоретически, а могу и не осуждать. Ну, так вот. У нас же все так в стране. Виктор, ваш ютуб-канал Набутовы. Скажем так. Я нормально ответил? Да-да-да, конечно, конечно. Просто, ну, я с Ирина Александровичем не очень знаком, с Вячеславом Александровичем я знаком хорошо, он великолепный специалист в хоккее. И я знаю про их довольно серьезные столкновения мнений, например, с Игорем Лорионовым, который, насколько я знаю, продолжает жить то ли в Штатах, то ли в Канаде. Да. Вот. И они там тоже ругаются. Черт его знает. Ну, вы понимаете, в отличие от всяких разных артистов, ну, это неправильно с точки зрения подхода к тому, кто должен заниматься законодательной деятельностью. Хотя, в Фетисов, по-моему, этим уже не занимается. Но, во всяком случае, эти люди, ну, это знаковые персоны в спорте, они хоть что-то для страны сделали. Вот. Это не оправдание, еще раз, но где-то я хотя бы могу так сказать. Виктор, а канал Набутовы, это прежде всего что? Это информация. Вы часто достаточно иронично обсуждаете события, которые происходят в стране. Или это, скажем так, в руках успешных журналистов. Ну, я не хотел бы сказать грубоваться, слово игрушка, но, может быть, такой вот привлекательный продукт, которым вы пользуетесь, современный, там, скажем, продвинутый. Как вы ощущаете вот свой канал? Или это момент высказаться по какой-то теме? По какой-то теме отдельно, да. Ну, это совокупность разных историй. Это действительно YouTube-канал Набутовы. Мы не остаемся в стороне от тех возможностей, которые дает интернет. А он дает самую главную возможность, ну, для меня и для отца прежде всего, как все-таки профессиональных людей из индустрии. Потому что мой брат никогда журналистикой не занимался. Самый младший. Вот для, прежде всего, для моего отца и для моего брата, это все-таки, это возможность присутствовать в публичном поле и делать какой-то продукт, независимо от телевизионного канала. Чем классен YouTube? Что теперь каждый человек сам себе канал, телеканал. Это может кто угодно быть. Может быть, журналист, может быть, там, проктолог. Может быть, специалист, кто делает вазочки или выжигает на деревяшке. И он может это круто подавать. У него будет свой зритель. YouTube позволяет миллионы разных интересных каналов. Теперь каждый профессионал в своем деле, если он умеет, особенно, говорю, владеть навыками сторитейлинга, там, работать с камерой и так далее. Может собирать миллионы подписчиков, это все монетизировать и прочее. Это круто. Ты теперь не зависишь от того, что тебе не нужен телеканал. Вот. Это круто. И мы не могли не воспользоваться этой историей. Ну, а идея у нас такая, что есть три, как бы, три разных поколения. Вот 60+, 40+, и 30. Моему братану 31 только что исполнился. И что вот мы действительно люди, с одной стороны, с общей фамилией, общими взглядами силы воспитания на какие-то процессы, в том числе и политические. А с другой стороны, с совершенно разным жизненным опытом и разной вовлеченностью во все современное, в то, что происходит в мире и в стране. И по некоторым вопросам у нас очень разнятся мнения. Мы вот как бы втроем, как бы, вот окружающая действительность через призму трех поколений. Такого, во всяком случае, вы понимаете, обсуждать политику, хороший Путин, плохой, это вообще неверная категория на самом деле. Или что будет с Россией, или что было, и что там судьбу Навального, или какие-нибудь абсурдные новости из нашей действительности. Просто этого очень много, и на этом работает огромное количество, ну, профессионалов. И они работают, более того, это каждый день, то есть они актуальны. Мы выходим раз в две недели в силу производственных особенностей, ну, просто мы ранее, как бы, у каждого есть еще своя дополнительная жизнь. Поэтому мы уже, как бы, мы не паразитируем особо на новостях, потому что просто мы будем устаревать. Но, тем не менее, мы нашли для себя вот такую вот нишу и стараемся ее разрабатывать. Три ироничных, умных чувака обсуждают то, что происходит вокруг, и то, что происходит в нашей жизни. Потому что мы не только про политику, и не столько даже про политику. Мы и про секс, и про воспитание детей, и про жратву, и про то, и про сё. Ну, в общем, короче говоря, это такой вот, ну, забавный формат. Заходите, посмотрите наши разговоры. Тем более, что мой еще младший брат, он живет в Камбодже, он рулит там отельщиком небольшим, которым я тоже имею отношения. И, собственно говоря, вот это, как бы, такие еще краски азиатской жизни не Нью-Йоркского или Чикагского иммигранта, а азиатского, условно говоря, иммигранта нашего. Виктор, это тоже интересно. Да, а у нас так быстро время летит, что у нас не так его много остается, к сожалению. Потому что очень интересно. Хорошо, когда есть трепливый гость. Ну, да, кстати, беседовать всегда интересно с такими людьми, как вы и ваш папа. А, Виктор, вот Москва главный город страны. Для вас Москва-Лужково или Москва-Собянино интереснее? Ох, это сложно. Опять, критерий, как сравнивать. Я пожил и в то, и в другое. Ну, где вам комфортнее, скажем? Комфортнее, да. Вот смотрите, мне, честно говоря, давайте я коротко отвечу на этот вопрос. И, наверное, отвечу не только за себя. А вот тут я могу ответить за очень большое количество моих знакомых. Кто, условно говоря, практически весь мой курс, например, институтский, он живет или работает в Москве. А кто-то уже через транзитом через Москву уехал. Кто там, кто в Токио, кто в Чикаго, кто в Нью-Йорке, кто где, кто в Париже и прочее. Но среди тех, кто остался в стране, я могу сказать следующее. Большая часть из нас мы не разделяем два города. И это, на самом деле, это агломеративная такая тенденция. И когда-то это к этому придет. То есть сейчас еще планируют все-таки построить настоящую скоростную магистраль. И можно будет добраться из двух, меньше, чем за два часа из двух городов. Там к концу десятилетия планируют все-таки это сделать. Там потратят миллиарды миллиардов, естественно. Но, тем не менее, многие вообще будут жить, например, в Питере. Где поспокойнее, покомфортнее друзья, товарищи и так далее. А работать в Москве и каждое утро ездить в Москву на работу. Как живут многие в Европе и в Северной Америке. В том числе и в Азии, и в Китае. Поэтому для меня это два района одного города. Я их не разделяю, честно говоря. Я здесь живу в трех минутах вокзала. В Питере живу в трех минутах вокзала. Вышел в зал потренироваться. Они съездят и в Питер. Пошел там, сто метров лишних прошел. Сел в поезд через три с половиной часа. Ты в Ленинграде. Что касается сравнений. Но надо сказать честно. Что, конечно, можно сказать. Что за последние десять лет, условно говоря. На всех этих бесконечных реконструкциях московских. Которые там вредят автомобилистам. Что были платные парковки. Что было украдено огромное количество денег на бесконечное укладывание плитки. Вот всем, о чем вы и так знаете прекрасно и читаете. И мы прекрасно понимаем, как всегда такие проекты масштабные реализуются в России. И кто на этом зарабатывает. Дело ведь дошло до того, что из-за того, что в Москве такое количество гранита на плитку уходило, то закончился гранит на каменоломнях на Урале, которые на могильные плиты шли. У них дефицит возник. Там пару лет назад это было. Как бы то ни было, это с точки зрения, мы говорим о коррупции, о расходах и разборовывании денег. Это никто не отменял. Но если посмотреть сейчас на Москву, и сравнить это с европейскими городами, с Парижем тем же, или даже с Нью-Йорком, Москва выглядит абсолютно конкурентоспособной. Она чистая, она достаточно безопасная, с удобным городским транспортом. В общем, многие вещи, которые делались по реконструкции, облагораживаемые огромное количество парков, спортивных площадок, вот этих инфраструктурных вещей, где-то удачнее, где-то меньше. Всегда будет тот, кому что-то не нравится, и будет иметь на это право. Но глобально Москва современный мировой мегаполис. В нем еще все работает 24 часа на 7. Я знаю огромное количество иностранцев. И здесь чище, чем в Париже, например, там чистое метро, я не знаю, да и улицы хорошо убирают. Да, их убирает миллион эмигрантов, которые приезжают и работают здесь за полулегальным сферой. Но тем не менее, если относиться к этому как к потребителю со стороны, то Москва, конечно, сейчас это один из мировых центров во всех смыслах. Куча интересных музеев новых, если вы это любите, с интерактивных инсталляций того-сего новинок, выставок, звезд мировых, которые приезжают сюда наравне с любыми другими крупными городами мира. Поэтому, ну, Москва, да, Москва бурлит. Москва бурлит. Виктор, в конце передачи хотел бы, чтобы вы передали серебряному дождю привет всем своим коллегам от нас. И закончу такой фразой. С приветом, Чикаго. Значит, я еще раз, что... А, я должен сюда сделать. Я должен сказать это сюда. Да, то есть вы когда... Вот прямо в дырочку. Да. И что я должен... Я должен передать привет моим коллегам. Да, да, всем коллегам серебряного дождя и сказать, что вы популярны. И пожелать всего самого... Мы желаем вам всего самого лучшего. И перефразировав вашу передачу, сказать с приветом, Чикаго. Так, я еще запутался. То есть я должен... Вот вы когда будете, да, вы будете на радио «Серебряный дождь», просто скажите с приветом, Чикаго, и мы вас услышим. У себя в эфире. Да, конечно. Чего не сделаешь... Я еще раз говорю маленькую фразу, что не сделаешь за деньги, может, за большие деньги. Конечно, я это сделаю в четверг, обязательно. Большое вам спасибо за этот эфир. Берегите себя. Мы очень рады, что с вами побеседовали. И до следующего раза. Мы надеемся еще раз с вами побеседовать. Вопросов очень много. Благодарю, ребята. Извините, если кому-то не понравилось. Ну, сколько есть только мнений. Чикаго, Штаты. Спасибо. Сири. Спасибо. Всего лучшего. Всего лучшего. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин